МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА То ли на дорогах, то ли страны в целом. А важность этой философской и юридической категории он придавал особое внимание и значение. Да так, что однажды и взрек. За безопасность необходимо платить, а за ее отсутствие расплачиваться. Целиком и полностью поддерживаю этот тезис. Он не устарел ни на сколько, на мой взгляд. Но в нашем эфире очередной выпуск программы «За и против», в котором речь пойдет, как вы уже догадались, о безопасности на дорогах летнего Севастополя. Меня зовут Николай Скорбец. Здравствуйте, уважаемые друзья. Спешу представить традиционного гостя и эксперта программы. Встречайте адвокат, эксперт общероссийской адвокатской газеты Александр Анатольевич Рудь. Добрый день. Добрый день. Здравствуйте, лучше сказать. А наша программа идет в прямом эфире, в интерактивном режиме. А посему все вы, уважаемые зрители, можете стать участниками нашего разговора, нашей дискуссии, позвонив по знакомому до боли, телефону 54-62-72. Не виделись мы с вами 4 месяца. Объективная. Объективная. Да, по объективным причинам. И все-таки, вот, смотрите, общероссийские показатели за время этой эпидемии, пандемии, они уменьшили ДТП до 40% от общего вала за предыдущие периоды. Что наблюдается сейчас, о чем свидетельствует статистика, после окончания карантинных мероприятий? Ну, за период карантина мы говорить не будем, поскольку по городу было передвигаться не то, что свободно, а очень свободно. Значительная часть автомобилистов сидела дома. А вот после карантинный период, естественно, осложнился. И если не сказать, осложнился он валом дорожно-транспортных происшествий или же преступлений, это когда ДТП происходит с тяжкими последствиями, то ДТП, конечно же, стало значительно больше. Крым, он же еще и отличается сезонностью дорожно-транспортных происшествий, вы об этом прекрасно знаете. Лето, сезон, и вот с первого числа открыли Севастополь уже. Курортный сезон, да. Уже мы открыли курортный сезон, и сейчас, естественно, мы ожидаем сезонное увеличение дорожно-транспортных происшествий. Следует отметить, что к моему большому огорчению стало много дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. С пострадавшими, я имею в виду мотоциклистами. А к этому еще прибавляются и велосипедисты, и горе собственники электротранспорта, о которых, я надеюсь, мы сегодня поговорим. Мы сегодня с этого и начнем. С этого и начнем. Стало, в общем-то, жарко, вы правы, сняли блокаду на дорогах, то есть блокпосты уже не действуют, люди свободно перемещаются. Но также свободно перемещаются по городу владельцы вот этих транспортных средств, электросамокатов. И одно дело, когда это происходит в парковой зоне на допустимых скоростях, вот сейчас видеоряд мы так и представим, это парк Учекуевка, там все это оформлено цивилизованно, подписывается договор на аренду, значит, ответственность распределяется между взрослыми, сопровождающими ребенка, если это ребенок катается, либо взрослый сам подписывает такой договор. Но все это на обособленной территории, на обособленных дорожках. Вот сейчас, кстати, как раз договор этот в кадре. Но у нас же в городе существуют и свободные во всем владельцы этих самокатов. И вот буквально сегодняшним... Во-первых, при переходе, позавчера, по-моему, при переезде, вот через пешеходный переход, не спешившийся был самокатчик поврежден. Вчера, позавчера я сам стал свидетелем такого же перемещения молодой девушки. Через пешеходный переход меня пропустил водитель микроавтобуса, а за мной летела, ну она думала, что успевает, но не совсем успела. Правда, под колеса не попала, но я представляю, сколько нервов, в общем-то, потребовалось водителю для того, чтобы сдержать эмоции, потому что, ну, слов не было бы, грубо говоря. Итак, как вы относитесь вот к этому виду транспорта? Я знаю, что в прошлом году уже первая жертва, то есть сакральная жертва уже принесена. В Париже погиб один человек по вине вот такого самокатчика. Во всех странах, в общем-то, в пожарном порядке принимались какие-то меры регулирования движения вот этих транспортных, электротранспортных средств, не знаю, как их называть, но такие правила приняты во Франции, в Австрии, в Италии, там все, что на память, и, по-моему, даже в Латвии. А что у нас? Как у нас регулируется эксплуатация от подобных транспортных средств? Никак. Ура! Тот законопроект, который готовится и который относит их к владельцам средств индивидуальной мобильности, на сегодняшний день еще не подписан. И на сегодня мы имеем владельцев электротранспорта, которые катаются в специально отведенных местах, хотя, если честно, я таковыми не назову ни Парк Победы, ни проспект Нахимова, но хотя бы там не транспорта. И мы имеем категорию собственников этого транспорта, будь то скутер, электросамокат, неважно что, которые катаются там, где им заблагорассудится. Давайте с точки зрения закона попробуем разобраться, кто они. На сегодняшний день они пешеходы, Николай. Больше никакой категории участников дорожного движения... Ни под какой они не попадают. В Российской Федерации в прошлом году четверо погибших с участием вот этих вот индивидуальных транспортных средств, я их не назову, электротранспорта. Четверо погибших. Недавно в Севастополе в Парке Победы таким скутеристом был сбит ребенок. На сегодняшний день проводится проверка, будет ли возбуждено уголовное дело, или будет административное производство. Я исключительно положительно отношусь к этому виду транспорта, но я исключительно отрицательно отношусь к тому, что они передвигаются по дорогам общего пользования. Их не видно. Мы их не ожидаем. Обгоны справа, слева, движение в междуряде, которым раньше грешили только мотоциклисты, теперь как вихри мимо нас, особенно если мы движемся медленно, или стоим, проносятся вот эти вот... У меня сегодня случай такой был с утра у автовокзала. Или скутеристы. Если в данный момент произойдет касание с транспортным средством, это будет дорожно-транспортное происшествие. Но если владелец такого транспорта произведет наезд на человека, это не будет отнесено к категории дорожно-транспортных происшествий, потому что это не... Посмотрите, давайте рассмотрим такой случай, который весьма вероятен. Вот владелец такого электротранспорта сбил, вот как в данном случае, да, не обязательно ребенка, такого уже взрослого человека, потому что великовозрастные субъекты катаются на этих транспортах, видах транспорта, и оно их вытягивает, то есть там и за 100 килограмм... Представьте себе снаряд, который несется такой массой, да еще со скоростью 40 километров, да. Вот в данном случае, в данном случае, кто будет нести ответственность? Ну, нести будет ответственность тот, кто нарушает правила. Причинитель вреда, да, это 1064, да, или нет? В данном случае, они не подпадают под категорию источников повышенной опасности, они же к ним не отнесены. Ну, вот так, совершенно верно. И в данном случае мы будем иметь дело не с дорожно-транспортным происшествием, а с неосторожным причинением вреда. И квалификация будет идти в зависимости от последствий. Будь то смерть наступит, или будут тяжкие, или легкие тяжести, телесные повреждения, и необходимо обращаться не в госавтоинспекцию, необходимо обращаться в полицию, которая должна выезжать и оформлять вот эти вот несчастные случаи. А любителей покататься по дорогам общего пользования, их необходимо изымать. Но, к сожалению, полиция на сегодняшний день может его только изъять. А вот как наказывать, я на сегодняшний день не знаю. В административном кодексе каких-либо статей в отношении таких людей не предусмотрено. То есть административное наказание не последовало в любом случае. Предусмотрено только в отношении пешехода. За переход в неустановленном месте, допустим. Но ведь они же не переходят. Вы знаете, что ничто не поощряет так нарушителя традиции, в том числе, поскольку правил нет пока, как, в общем-то, отсутствие наказания. Госавтоинспекция должна просто прекращать и убирать данных лиц с проезжей части. Но мы возвращаемся к прежней проблеме, а госавтоинспекции на дорогах, к сожалению, практически нет. И почти в каждой передаче мы затрагиваем... Нет же, госавтоинспекция. Посмотрите, кто все-таки будет несен. Давайте возьмем такой вид ответственности, как гражданское право, и в случае, что по вине водителя такого транспортного средства, ну, допустим, в той же парковой зоне, на дороге, мы сказали, если это с транспортным происшествием, это ДТП. Кстати, он под какую тогда категорию попадает? Под пешехода, что ли? Он пешеход. Пешеход, да. Я возвращаюсь к тому, что говорил несколько минут назад, лица, управляющие данными, не знаю, транспортные средства, их назвать нельзя, электросамокатами, они являются пешеходами. Ответственность, если произойдет наезд с причинением телесных повреждений в парковой зоне, естественно, будет лицо нести ответственность, управляющая данным механизмом. Хорошо. И вот еще один вопрос, он буквально вот здесь, на входе в студию возник, там звонки у нас поступили соответствующие, по поводу правовых оснований, вот устройства этих разделительных столбиков на различных развязках города, на кольцах города, вот там к Сапун-горе они стоят, они меня тоже раздражают, я когда левый поворот совершаю, я их совершенно не вижу, и, возможно, наезд на такой столбик. Вот в данном случае правилами дорожного движения предопределены появления вот таких, я не знаю, что это препятствий, или как их назвать, искусственных. Вы знаете, Николай, наверное, вы ответили на свой вопрос сами. На сегодняшний день это самодеятельность, но самодеятельность, которая по всей Российской Федерации. Я предполагаю, что это просто какой-то очень глобальный коммерческий проект. И, на мой взгляд, данные ограничения, ограждения, полос движения, они несут определенную опасность. Более того, они существенно осложняют движение. Возьмем с вами выезд лабораторного шоссе в районе Дергачей. Раньше можно было с каждой стороны входить на кольцо с двух полос. Снимите там сюжет с 8 до 9 утра или вечером с 17 до 19 утра. Уже показывал. Вы увидите огромные пробки, которые там стоят. Въезд в город Севастополь со стороны 5-го километра. Я возвращался ночью в дождь, и я не смел эти столбики по одной простой причине. Я знал, что они там есть. Их ведь нужно не только устанавливать, за ними же нужно следить. Их нужно мыть, чтобы они обладали своими светоотражающим эффектом по-прежнему. Смотрите, что сделали поворот на северную сторону, когда мы идем по Микензиевым горам со стороны Фруктового. Да, я согласен. Ездить по правой полосе, двигаться по правой полосе прямо в сторону Инкермана нельзя. Можно только по левой полосе. Но взять и закрыть столбиками всю полосу, как бетонной стеллой, ну, вы знаете, это слишком суровое наказание для водителя, который просто иногороднего, который просто не заметит разметку или знак на проезжей части. И я хочу сказать, что в случае дорожно-транспортных происшествий с подобными, ну, если водитель снесет данные столбики, если это будет в условиях ограниченной видимости в ночное время, если их не будет видно по каким-либо объективным причинам, ответственность будет нести организация, которая устанавливала данные столбики или на балансе, которые находятся данные участок дороги. То есть, да, да, собственник дороги. Собственник дороги. Ну, сегодня мне хотелось бы... Мы уже, в принципе, тему обозначили. Сегодня в основном будем говорить о пешеходах. Да, о пешеходах. И, в общем-то, прежде чем мы продолжим эту тему, я хотел бы вам показать небольшую зарисовку. Она должна была ознаменовать наш выход в эфир 30 марта, но он, как известно, не состоялся, поэтому там будет зимняя форма одежды присутствовать. Но я думаю, что это не смутит ни вас, ни наших телезрителей, потому что речь пойдет, было ли нарушение или нет. Нет, я прошу Павла Евгеньевича Горкуша, нашего режиссера, поставить эту запись. Вот так движется наш коллега. Вот он проезжает. Вон где люди идут. Не знаю, да? А вот карающий меч дорожного правосудия. Идите в сторону. Ну, ответ на данный вопрос он... Два вопроса, два вопроса, да? Вот смотрите, было ли здесь объективно нарушение правил дорожного движения со стороны нашего коллеги? Его привлекли к административной ответственности, на месте ставили протоколы. Второй вопрос, ну, стоило ли в этом случае отстаивать свою правоту в суде, уже доказывая свою невиновность, с помощью, опять же, видеорегистратора, который ему принадлежит на праве собственности. И с какого момента водитель должен остановиться и уступить дорогу все-таки движущемуся пешеходу? Ну, мы все знаем правила дорожного движения. Необходимо уступать... Скажу вам, не все. Мы должны уступать дорогу пешеходам, в жизни которых может быть создана угроза и опасность. Когда пешеход вступил на пешеходный переход, это даже не обсуждается. В любом случае нужно стоять. И нужно пропускать дорогу пешеходам, которые, подойдя к пешеходному переходу, остановились. Большинство умных пешеходов, они не ступают на проезжую часть и все-таки ждут, пока водитель явными признаками снижения скорости или остановки показывает о своем намерении остановиться. В данном случае я не видел, чтобы пешеход дошел до края бордерного камня, до проезжей части и остановился. В данном случае ваш коллега совершил достаточно рисковый маневр. Он продолжил движение прямо, но я не думаю, что в данном случае он нарушил правила дорожного движения по одной простой причине. Пешеходы не дошли до границы проезжей части. И в случае продолжения им движения, даже если бы пешеход и вышел бы на проезжую часть, траектории движения транспортного средства и пешехода не пересеклись бы. В этом случае угроза жизни пешеходов нет. И водитель административное нарушение не совершил. И именно посредством данного видеорегистратора и правил дорожного движения им можно доказывать свою правоту в суде. Вот и все. Хорошо. Ну, давайте коснемся, в общем-то, знаний ПДД нашими пешеходами. Как вы ее оцениваете на наших городских условиях? Я ее оцениваю на нулевом уровне. Единственное, хочется отметить, очень много стало пешеходов, которые все-таки ждут, пока автомобиль остановится и благодарят водителей за то, что они остановились хотя бы кивком головы. Но на моей практике огромная масса безрассудных пешеходов, которые не считаются ни со своей жизнью, ни с чужой свободой. Я имею в виду водителя, который его собьет. Если есть возможность, я могу привести только один случай. Уголовное дело. Пешеход переходит обездную Камышовскую трассу, а она узкая, 7 метров всего лишь, и идет он с палочкой 12 секунд в состоянии алкогольного опьянения. Николай, вы вдумайтесь, 12 секунд ночью не по пешеходному переходу. И в тот момент, когда этот человек выходил на проезжую часть, он уже видел машину, которая двигалась в направлении траектории его движения. У меня вопрос, а что двигало этим пешеходам? В конце концов, водитель, который заметил его на расстоянии 40 с чем-то метров, не успел остановиться. И произошел наезд. Пешеходу причинены тяжкие телесные повреждения. Водитель не прав, ему не хватило всего лишь 0,2 секунды. Это 4 метра. Представляете, вот 4 метра ты виноват, подсудимый, а 4 метра ты не виноват. Совершил ли преступление водитель? Да, совершил. Вопрос, а что совершил пешеход? Что им двигало вот эти 12 секунд? Идти под колеса автомашины и ждать, пока тебя собьют? Его сбили. И что бы вы думали? Водителя материалы направляются в суд. В отношении пешехода материалы направили в ГАИ, чтобы его привлекли к административной ответственности. А в суде лежит иск, превышающий, ну, где-то 500-600 тысяч рублей с водителя. Да, мы владельцы источника повышенной опасности. Мы несем ответственность даже тогда, когда мы не виноваты. Так, если бы даже и было отказано в возбуждении уголовного дела, все равно мы обязаны платить. Да, но суммы не те. Но вот вам ответ на вопрос, а знают ли пешеходы правила дорожного движения? И что происходит вот здесь, когда человек ведет сам себя своими ногами на смерть? Ведь он же целенаправленно шел, и у меня закладывается мысль в голове, а может быть это и была попытка суицида? Но мы этого никогда не знаем. И, слава Богу, все живы. И у водителя на душе нет такого греха. Но его теперь будут судить, у него будет судимость. И, Николай, поверьте мне, при дорожно-транспортных происшествиях с пешеходами, таких дорожно-транспортных происшествий, таких ДТП преобладающее количество. И даже если ДТП происходит на пешеходном переходе, очень много случаев, когда пешеход ставит водителя в ситуацию, когда у того просто нет возможности. Да, внезапное появление на пешеходном переходе. На многих наших пешеходных переходах сейчас висят таблички для пешеходов. Прежде чем выйти, пешеход должен убедиться. Что значит убедиться? Это значит, выходить можно только тогда, когда у машины до пешеходного перехода расстояние большее, чем водителю нужно для остановки. Например, в городе можно вступать на пешеходный переход, когда машина, идущая со скоростью 60 км в час, на расстоянии не меньше, чем 45 метров. Николай, 45, вы вдумайтесь, это очень много. А если 30 метров, 20 метров, и человек вступает на пешеходный переход, трагедию уже не предотвратить. Она уже предопределена. Так знают ли об этом пешеходы, скутеристы, иные участники дорожного движения? Статистика подсказывает, что, к сожалению, нет. Есть ли в праве какие-то меры, которые бы позволили ужесточить ответственность пешеходов за такое безрассудное поведение? Я понимаю, что термин безрассудное поведение, он некорректен. Наши на беседе юридического толка. И все же, ну как-то на них надо воздействовать. Ну вот в Москве проводят, к примеру, месячник. Учат взрослых, извините, лбом, элементарным правилам поведения на дороге. Безопасный город называется у них курс. Нам такое же проводить, что ли? Эти месячники проводятся. Эффективность их нулевая, потому что проведение месячников необходимо, начиная с детского сада, с начальных классов школы. Только тогда они будут иметь какую-то пользу. Учить взрослых лбов, как вы сказали, совершенно бессмысленно. Законодатель не предусмотрел каких-то суровых мер на сегодняшний день, кроме тех, которые есть. Более того, водитель не имеет права обратиться с иском к пешеходу, которого он сбил, чтобы возместили ущерб за разбитый автомобиль. Это было бы абсурдно. И несколько лет назад мы обсуждали этот случай, когда сбили вашего сотрудника. И с него два года пыталась женщина взыскать ущерб за разбитый Лексус. Это анекдот родился по этому поводу. Водитель имеет право взыскать с пешехода ущерб только в одном случае, когда для предотвращения наезда водитель уводит машину в сторону и разбивает ее. Тогда, если выловит пешехода, взыскать можно. Законодатель предусмотрел положение лишь в Гражданском кодексе, гласящее о том, что суд может полностью отказать возмещение ущерба, снизить размер сумм, которые просят потерпевший, с учетом степени его вины, его поведения. Ну, в данном случае имеется в виду на проезжей части. Других каких-то мер не предусмотрено. Хорошо. И у нас неохвачена еще одна категория пешеходов осталась. Дети. Дети и, в общем-то, пожилые. Ну, вот, приводя пример, наверное, по Камышевскому шоссе, мы столкнули... Это именно та категория, наверное, с палочкой. Это в ночное время наверняка пожилой. Да, пожилой человек. Спасибо вам, что вы меня... Нет, нет, я не вас отнес. Николай, категория... Количество лет – это не возраст. Категория, о которых мы... Так вот, посмотрите, все-таки ПДД четко определяет, как особых пешеходов, именно категорию детей и стариков. Вот давайте обратим внимание на эту категорию сегодня в нашей передаче. Лица преклонного возраста, дети – это особые участники дорожного движения, которым у нас должно быть такое же особое и трепетное отношение. Почему? Потому что у одних еще недостаточно понимания опасности на проезжей части. Вот, например, дети лет до 11-12, они не осознают машины, как источники повышенной опасности, для них это где-то что-то сродни игры. Дети не понимают, что может произойти, дети не могут просчитывать расстояние, метры... Анализировать, грубо говоря, не могут. А лица преклонного возраста, они уже не в состоянии адекватно анализировать ситуации, которые возникают на проезжей части. Вы же обратите внимание, очень часто мы наблюдаем, когда бабушка или дедушка выходят на пешеходный переход или просто на проезжей часть и идут, несмотря никуда, уткнувшись головой просто в асфальт. И сигналить, ругаться, что-то делать, критиковать совершенно бессмысленно. Нужно стоять и ждать, потому что неизвестно, что нас ждет в такие годы и какие станет. Бывает такая ситуация, когда разворачиваются и идут в обратную сторону. Был свидетелем не такого, вспомнила что-то на пешеходном... Если управляя машиной, ты видишь одну из категорий... Да, вот смотрите, нет, есть еще время. Мы с вами полгода назад, а может, больше затрагивали тему, когда создается такой своеобразный затор на дороге в силу совершения дорожно-транспортного происшествия. Буквально на прошлую пятницу в Санкт-Петербурге произошел опять такой случай. Двух водителей, двух автомобилей, участников ДТП сбила маршрутка, они находились рядом. То есть они совершенно правомерно находились у своих же остановившихся или остановленных средств, зафиксировав их на месте совершения ДТП и правильно, правомерно поступили. Но опять возникла дискуссия, а вторая авария не благодаря или не в силу этого произошла, что эти двое остались, извините меня, на проезжей части. И у нас возобновилась дискуссия, стоит ли съезжать, не стоит. И стоит ли правоприменительным, правонормотворческим органам разработать порядок действия в подобной ситуации, уже и внести их правила дорожного движения, очевидно. Что касается дорожно-транспортных происшествий без пострадавших, то очень хотелось бы новшества в законодательстве, которое предусматривало бы быструю фото-видео фиксацию места происшествия и сразу же покидать место ДТП, как минимум краю проезжей части. На сегодняшний день водители ждут аварийного комиссара, который приедет, нарисует схему, благополучно возьмет у них пару рублей за составленные материалы и уедут, потому что сами водители составлять европротоколы не умеют. А вот что касаемо дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, здесь категорически нельзя убирать машины с места ДТП. Необходимо оградить, согласно ПДД, участок, выставить соответствующие знаки и не выходить на проезжую часть, хотя бы из-за корпуса своих автомобилей. Почему? Потому что зачастую только благодаря следовой информации, оставшейся на асфальте, разбитые осколки, одежда, бампер, вещи, можно установить, кто виноват в данном ДТП. И вот вы представьте, авария, машины убрали, кто будет отвечать за содеянное? Нет, это делать нельзя категорически. Ну а сейчас оба виновника, оба, вернее, участника первого дорожно-транспортного происшествия оказались потерпевшими уже во втором. Это редкий случай. Может быть, они вышли на проезжую часть. Может, была ночь. Не знаем деталей. Вот смотрите, еще одна интересная тема, как раз, чтобы посмеяться в конце нашей программы. На мажорной ноте ее закончим. В прошлую пятницу поступило сразу два сообщения. В интернет, изданиях, везде пошли просто косяком. Постеры, посты и так далее. В одном водители предупредили, что все, ребята, с 1 июля вы обязаны будете проходить освидетельствование на алкоголизм, тестирование на алкоголизм, примет освидетельствование, при сдаче на права, на перездаче и так далее. Вторая сказала, что нет, 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 новости считать недействительной. Это наступит только в 2021 году. Ну, смотрите, да, президент в свое время сказал, что, ну, пожурил немножко, сказал, ну, очень большие цены у вас там. Мы с вами обсуждали, что здесь, в общем-то, касается эти запретные, связанные эти освидетельствования с запретом на профессию и с нарушением трудового права, в общем-то, в основе своей. Но опять тема всплывает, и самым неожиданным образом. Она и будет всплывать, поскольку мы с вами обсуждали, и я повторюсь, это не имеет никакого отношения к безопасности дорожного движения и к здоровью нации, поскольку речь идет о тестировании человека на предмет того, как часто он употребляет алкогольные напитки. И зависимо от этого законопроекта, не все поголовно будут сдавать эти анализы дорогущие, а врач будет направлять по своему усмотрению. А поскольку стоимость варьировалась в пределах 6 тысяч рублей, вы представляете, сколько по стране... Пойдут все стройными рядами. Да, пойдут все. Я предполагаю, что, как и в прошлый раз мы говорили, это просто коммерческий проект, который проталкивается, протягивается мимо президента. Я думаю, что просто необходимо будет, наверное, опять организовать встречу у главы государства с Собяниным. И опять, чтобы они... Чтоб чай попили в вагоне. И опять эта тема на определенный промежуток времени уйдет из нашей жизни. Хорошо, к сожалению, вы оказались правы. Перед эфиром мы с вами разговаривали по поводу хватит, не хватит времени. Времени нам, как всегда, не хватило. Через месяц. Да, так что приходите, да, приходите чаще. Спасибо вам. Это был адвокат, эксперт общероссийской адвокатской газеты Александр Анатольевич Аруть. Спасибо вам и успеха в вашей многотрудной работе. Судя по всему, сейчас будет пик, наверное, вашей загрузки, поскольку пошел массовый рост ДТП, не дай бог, конечно. Успехов. Успехов в вашей работе. Ну, а у меня на сегодня вся информация. Всего вам самого доброго. Берите себя и свои семьи. Честь имею. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова